Пора встретиться с очередным драконом Я сломаю твою хлебку уши Не так быстро, дружок Со мной Глаз Иннаса Ты не можешь сопротивляться моей воле Отвечай на мои вопросы, иначе тебя ждет невыносимая агония Тогда задавай свои глупые вопросы, пока еще можешь Твоя сила долго не продлится Кто ты? Меня зовут Виаматар. И это все, что ты узнаешь обо мне. Когда меня отпустят чары глаза, ты сгоришь в огне. У каждого дракона есть сокровищница, где он хранит свои сокровища. А где твоя сокровищница? В месте, которое будет недоступно для тебя, когда я освобожусь от уз глаза. Я храню свои сокровища высоко в этих горячих утесах, куда практически невозможно добраться к такому бескрылому созданию вроде тебя. Как я могу победить вашего хозяина? Он всемогущ и практически невыязвим. Если у тебя хватит времени встретиться своим личным, ты умрешь медленной и мучительной смертью. Я уже не первый раз слышу подобное. Почти неуязвимый не означает, что я не могу убить его. Итак, говори. Что я должен сделать? Чтобы противостоять моему хозяину, тебе понадобятся вещи, которые ты никогда не сможешь заполучить. И что это за вещи? Ты должен добыть лучшие доспехи, которые встречаются в вашем земном мире, и надеть их на себя. Тебе понадобится руна, созданная только для тебя. Но самое сложное условие из всех, ты должен найти пятерых спутников, которые готовы пойти за тобой на смерть. Тогда и только тогда ты можешь осмелиться встретиться с хозяином. Глаз потерял свою силу, и тебе не дожить до следующей зари. Глаз потерял свою силу. 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 Насчет лучших доспехов. Это актуально только для паладинов или охотников на драконов. Для охотников это тяжелые доспехи, для паладинов это паладинский, собственно, доспех. Потому что, когда мы становимся паладином, нам дают рыцарский доспех. Он слабее. И, так как мы маг, нам нужна руна, как он сказал. Если же мы были бы паладином или охотником, он бы сказал, что нам понадобится мощное оружие. Лучшее оружие, которое только можно выковать в нашем мире. Да, нельзя заказывать сразу несколько зелий, приходится вот так вот по одному. А если паладином играли бы, то это был бы рудный клинок. Что-то вроде паладинский двуручный меч из руды, который Гарат изготавливает, кузнец. Разумеется, не бесплатно. Впрочем, он нам сам об этом говорил еще во второй главе. Затем, нам бы также понадобилось осветить этот клинок. Охотнику же на драконов достаточно было бы выковать клинок убийцы драконов. Что и... Так, как клинок паладинов, так и убийцы драконов могут быть одноручными и двуручными. В зависимости от вашего стиля. Так, ну, поварю еще себе зелий. Так, наварил себе экстрактов маны, которые по 70 восстанавливают. Вот, оставил 35 луговых горцев, потому что... Если все правильно я помню, то 25 царских щавелей можно максимально добыть в этой игре. 25. Соответственно, 25 луговых горцев пойдут на зелье духа, а также 25 огненных корней. Огненных корней у нас всего 28, так что я не стал варить зелья маны, которые... Ой, то есть эликсиры, которые по 100 восстанавливают. Ограничился вот экстрактами по 75 даже. Ну, а переводить луговые горцы на эссенции маны менее эффективно. Я не верю, что это что-то изменится. И нас просвещают те, кто признанит... Нет, это услышал. Пойди туда, сделай это... У меня есть новости о драконах. Докладывай. Огненный дракон из вулкана на юге больше не будет беспокоить вас. Это хорошие новости. Вот, возьми эти деньги. Надеюсь, они помогут тебе обновить твое снаряжение. Последнее время были еще нападения драконов? По счастью, нет. Пойди туда, сделай это. Мне нужна информация о драконах. У меня есть чувство, что я пока нашел не всех драконов. Может, я что-то упустил? На западе находится обширная ледяная долина. Я не удивлюсь, если один из драконов скрывается там. И так, на запад, где когда-то был новый лагерь. На твоем месте я бы этого не... Я бы сделал по-другому. Первый раз. Не нужно, теперь. Что-то власть. Остались, конечно, не открытыми. Две или три двери в хранилище паладинов. Просто нам не хватает ловкости, чтобы украсть нужные ключи. Продолжение следует... Да, вот такая вот большая сила у Варка, целых 150 единиц. Именно из-за высокой силы звери так сильно бьют по нам. Вообще очень приятно, что можно открыть статистику, вот у нас гильдия Волк, ну и характеристики меняются, можно посмотреть в третьей же Готике. После превращения мы уже ничего не можем поделать. Не можем увидеть характеристику, нельзя открыть экран. Да, кстати, вот куда приходит ангар. Ангар, что ты делаешь здесь? Я шел к проходу, когда неожиданно наткнулся на орков. Я не смог оторваться от них. Я подожду немного, а затем пойду через проход. Увидимся на другой стороне. 350 опыта получили вот в квесте Охотники на драконов. Вообще этот квест открытый, появляется в четвертой главе и закрывается в пятой. Сюда вся информация об охоте на драконов, точнее об Охотниках. Для охоты вот так же соответствующий квест. Ну и как помните, я оставил в прошлый раз, когда мы возвращали Талбину потерянную шкуру луркера от безумного и от грома, которого ищущие поработили. Вот мы оставили этот лагерь бандитов. Эти бандиты мощные. Доспехи у них, конечно, очень слабые. Но зато сами по себе бандиты очень даже мощные. Так, ну, конечно, я поскупился. Можно было вызвать значительно больше зомби. Скажем, четырех будет достаточно. Даже трех будет. Ну вот, другое дело. Что-то мои зомби куда-то разбежались, не туда. Так, можно уносить ноги. Стой, Трус! Ай-й-ь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я разорву тебя на куски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот и все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, здесь меня особо интересуют яблоки. Там ничего нет Субтитры сделал DimaTorzok 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 Даже не знаю, стоит ли мне связываться с ними Пока обойду Да, вот в этой пещере Каторжники куда-то сбежали Ну а здесь поселились вот те самые важные охотники на драконов О которых нам Талбин рассказал, что эти ребята прошли вдоль реки, зашли к нему, спрашивали насчет провизии Хочу заглянуть на этот лагерь старателей Да, вот здесь появился троллей, но и зато сюда не напали орки Старателям же Фаджета, что неподалеку от старой башни Ксардаса В этом плане гораздо хуже, так как они значительно глубже в колонии наиболее опасных землях Ну в общем-то тролля-то мы уже убивали Субтитры создавал DimaTorzok Тяжелые суки Также со второй главы здесь От моих Скелет от гоблинов Ты еще не видел Дракона? Пока нет Но эта тварь не может скрываться вечно Охотник Курган Хокарн Хорошо, ну если честно, в прошлый год Гадар Которого мы уже побили, вот он безоружный И Кьорн Да, это те самые охотники на драконов Которых мы встретили в начале у прохода Что ты Мы 50 Вот теперь ск Знаю как хо Можно будет После убийства драконов Похвастаться Кургану Мы зайдем обязательно Все равно это будет недалеко Так, ну а в следующей части мы Войдем в ледяную зону Оставайтесь с нами Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому